Есть люди, которые вроде бы назывались вашими мужчинами, и сейчас вас критикуют особо активно. Что это такое? Ну, они активно критикуют между собой, где-то встречаются, пытаются... То есть я им указал на их слабости. И в ответ есть одна такая барышня, которая говорит, что несоотносимо то, что вы требуете от своих учеников, и как вы поступаете с индийскими умами. Сказала она это после того, как я единственный был случай, когда я реально ее погладил против шерсти. Жестко так, без соплей. До этого все было хорошо. До этого она сама же про эти куру говорила не меньше. Понимала, что они... Ну, на самом деле... Ну, это, наверное, не Гуру. Это самооправдание, это не куру, конечно, то, что обсуждалось. То есть, во-первых, это индусы некоторые, которые, если сравнить, как я с этими людьми поступал, то, как поступали индусы и со мной, и со всеми остальными. Я думаю, что это неадекватно сравнивать, как я поступаю с индусами и как я поступал с моими западными учениками. Я поступал куда более человечным, порядочным. То есть, индусы, они просто жулики в основном. Несмотря на то, что они что-то могут, что-то знают, но в целом, как люди мерзопакостные. То есть, это все понимают нормально. Есть те, которые не понимают. И вот начал такое говорить. На самом деле, там причина очень простая. Причина очень простая, что человек впервые открыто услышал о себе правду. Ну и пытается это по-тихенькому распространять. Были такие люди, которые, допустим, в нулевых годах постоянно устраивали помойку в интернете. То есть, они не хотели заниматься какой-то более ценной работой. И тогда просто провоцировали наших недоброжелателей в интернете. Вернее, это был один человек. Мадам провоцировала в интернете. Он говорит, надо же вот ответить. За чьей школы? За чьей школы? На самом деле, просто другими делами человек не хотел заниматься. А потом, когда этот человек ушел, она стала говорить, что вот они только гадят в интернете. Ну, фактически гадила только она. То есть, это правда. Но Вы это позволяли? Ну, смотри, какая ситуация. То есть, нельзя сказать, что эти люди, я как позволял. То есть, это эти люди, которые, если им не ответить, да, это надо было ответить реально на тот момент. Если им не ответить, они скажут, что, они будут говорить, что типа, а вот он ничего ответить не может, потому что ему нечего сказать. Значит, потому что им, у них нет ответа на эти вопросы. Мы им указываем на их, что они такие-то, такие-то, и им нечего сказать. То есть, на агрессию можно отвечать? Они не идут. Они не на агрессию, а на какие-то претензии. То есть, нас пытаются повесить какие-то вещи, которых на самом деле не было, или преподнести их в совершенно другом свете. Если были, то как-то, ну, это были позитивные на самом деле. Ну, в негатив перекрутить все. То есть, все мои заслуги пытаться свести к минимуму, а что-то такое, что как-то можно истрактовать, как в негативном свете, да, демонизировать. Вот это, то есть, нужно раздуть. Вот это вот все бралось и раздувалось, да. И если промолчать, это даже не просто, если ты видишь вот эту ложь, да, и не говоришь. А эти персонажи, они же, то есть, это ученики Геббельса. То есть, ложь должна быть настолько чудовищной, что тогда только в нее поверят. Ложь нужно так сочинить, так все перекрутить. Много раз повторить. Да, много раз повторить, да. И вот распространять, распространять, чего-то там добавлять, вкраплять. И вот, ну, там действительно надо было отвечать, но не в такой степени. Вот, и данный персонаж, вот она это все делала, там, говорила, что ну не, надо нам посидеть и подумать, как вот, что писать там. Вот действительно, мне же нужно время, да. А нужно делать еще то-то, 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 да. Чтобы вот тем-то не заниматься просто, да. А потом же, ну, это получается, ну, действительно очень мерзкий, подлый поступок, да, так вот преподносить. Или, допустим, вот какой-то человек там выходит в скайп одновременно с, допустим, появляется скайп и одновременно с каким-то клоном на форуме, допустим, каком-то ресурсе тех, кто против меня там какие-то поклепы. И начинает там, типа, задавать вопрос, якобы это кто-то не от них. На самом деле, это вот связано с владельцами этого ресурса, да. Замечали такие... Да, да. И вот эта мадам, она там, значит, замечала и сказала, посмотрите, это вот, значит, вот этот человек с ними связан. А потом она стала говорить, что вот это я подозревал этого человека, что я параноик. То есть, сама же вот это все выявила, да, и потом этому человеку сказала, что это вот он тебя подозревал там в паранойи, там, типа, вот он такой, да. На самом деле... Не, ну, да, то есть, это настолько все вот такой детский такой манипуляж, да. Ну, я думаю так, что если кто-то вот верит таким людям, да, ну, значит, можно их поздравить. То есть, кто-то изнасиловать позволил свой мозг, да. Ну, в общем, поздравляю, да. Ну, такие вот были истории. Много было историй, о которых можно много рассказывать и рассказывать. Ну, как бы, в действительности просто не хотелось бы в это во все возвращаться. И если даже тогда я не хотел в это во все влезать, но были те, кто были, пытались там под видом чести школы, там, втянуть во все это дело, да, там, в какие-то терки, да. Я был сторонником того, чтобы отвечать чуть-чуть и вот по сути, да. Ну, были вот такие вот просто ученики, которые были лентяи в чем-то. Не, ну, есть же эти же ученики, которые сейчас продолжают называться надхами, продолжают уже без вас, как бы, да. Ну, это все цирк, какие они надхи. Ну, смотрите, если человек, если человек все ценное получил от меня на протяжении, там, какого-то количества лет, да, там, допустим, скажем, десяти лет, да. И потом я, когда указал, сказал, что, знаешь, вообще-то ты паразит, и что ты не хочешь развиваться, и я недоволен твоим поведением вот там-то, там-то, там-то. Ну, ты уже давно находишься, но пора уже о развитии подумать, да. Пора уже действовать как мудрый человек. Появились какие-то обидки, я указал на фальшь, то есть я сказал, вот здесь ты пытаешься со мной лицемерить, а после этого, после вот этого начались обидки. Потому что дальше просто ждать невозможно, то есть человек будет годами находиться, ну, и дальше он не будет развиваться. Потом мне же будут говорить, посмотрите, вот там просто болото. И вот несколько таких человек решили объединиться, то есть вся вот эта вот, все эти отбросы они решили собраться, чтобы консолидироваться. То есть мне не привыкать, когда против меня там собираются там много, да, и, ну, само то, что против меня много воюет, то есть, ну, говорит о том, у кого сколько силы. То есть они, они могут вот как шакалы собираться в стаи какие-то, да, и начинать там, так сказать, и вдруг у них появилась внезапно любовь к индийским гурумжам. Вот именно на этом этапе она появилась, вот прямо вот тогда, когда и я их погладил против шерсти. Может, они вас воспринимали просто как поставщика таких-то вот, текстов, знаний? Ну, нет, конечно. Поставщик пропал? Да, а я им сказал, я им сказал, что вы знаете, ребят, я не поставщик. Может быть, вы идите туда в бизнес, там-там занимаетесь поставками. Вот. Я не туристическое агентство. Я сам хочу развиваться, и я не хочу держать вот для себя дегенератов. Поэтому, в общем-то, я и сам хотел завязать. С некоторыми я просто был такой человек, они меня удалил на фейсбуке из друзей. Потому что, ну, он все стал вести мерзко, несмотря на то, что я ничего плохого не делал этому человеку. Я начал истерить. Ну, и на истерику я хотел просто спокойненько перестать общаться и все. Ну, я понял, что там можно ставить крест. Может, все. То есть... И я просто... Ну, как? Ну, я последок сказал все, что... Прямо все, что думал. Единственный случай, когда я сказал, указал на омрачение данного персонажа. Ну... А то, что они там обсуждали, думали... Ну, там ничего нового нет. Получается... Они основным перетирают одни и те же слова, а что-то просто сочиняют. А то, что там какая-то фальшь, что-то... Это доказательство. Ну, получается, быть гуру совсем не выгоден делается. Это абсолютно не выгоден. То есть, легче, допустим... Легче, легче, допустим, заниматься какой-то коммерческой йогой, просто там фитнес преподавать и... А тут постоянно... А вот он хочет там поработить. То, что меня хотят поработить, там, мое время, да, там... Я бы мог вообще бизнесом заниматься обычным. Понятно, что там... Я все равно беру там какую-то оплату за свои лекции, за какие-то... Ну... За то, что я обучаю, да, за какие-то ретриты. Но... Намного легче зарабатывать на какой-то попсовой йоге. Такой физической. Она больше пользуется спросом. То есть, чем действительно людей менять. Ну... Получается, это не выгоден. Это большой миф, что там, типа, вот быть гуру на западе, это там... Очень сладенько и хорошо. Нет. Это... Просто это говорят те, кто не был. Потому что это огромнейшее количество... Всякой грязи, которую приходится им делать. Ну, можно, конечно, создать такой вот... Отличный образ и не говорить о грязи людям. То есть, и... Ну, быть таким хорошим артистом. И... Как бы... Таким... Чемпионаться там по счету, по рампури. Таким. И ходить только... Ашарваны, Ашарваны. То есть, и все будут... И все будут, ой, какой он хороший. Муай, какой он соцвичный. Как свет исходит. То есть, и такие будут приходить какие-то для того, чтобы наслаждать свое эго. Но не развиваться. А если ты реально будешь развиваться, то все. Ты будешь там тоталитаристом, сектантом и все такое. Но если ты не будешь, то ты будешь говорить, что там количество каких-то придумков будет. То есть, по-любому что надо будет. То есть, ты сделаешь так, ты плохой. Сделаешь так, ты тоже плохой. Ну, и так я понял, что... Ну, хотя бы я буду делать то, что вот... Моя душа принимает. И сейчас я всем могу это позволить. Знаешь, я... Просто, когда я жил в Индии, да, вот так вот ходишь и там по магазинам, собираешь там подаяния. На что Бог пошлет, вот так вот живешь, да и не знаешь, что у тебя будет вообще через час-два. Или там вообще вот через несколько секунд. Или там на следующий день. Не знаешь. И поэтому... Я не боюсь оказаться опять в такой ситуации. Вот чем я отличаюсь от них? Я этого не боюсь. То есть, мне предлагали остаться в России. Значит, предлагали материально мне сделать хоромы, богатые люди. Ну, я выбрал свободу. Я сказал, что нет, я буду дальше изучать мир. То есть, мне нужен был travel document. То есть, нормальный паспорт, чтобы я мог не унижаться в посольствах. То есть, увы, просто паспорт у нас. К сожалению, такой. Ну, такие люди все там, все хотят меня как-то вот ограничить. Все пытаются, чтобы мной управлять, а не отдать себя в мои руки для развития. И я с таким людям говорил, до свидания. Кому-то в основном очень мягкой формы. Я говорю, что нет, вы знаете, я как-нибудь... Ну, тогда у тебя жизнь будет очень непроста, очень сложная. Ну, ничего, ничего. Я люблю сложности. Вот именно сложные я хочу. Мне не надо. Мне не надо жизнь, когда тебя держат под колпаком и таким вот овощем. То есть, лучше я буду нищебродом, чем буду, так сказать, золотой клеточкой этих людей. Вот я отказался. На самом деле, чем больше ты отказываешься, тем больше тебе приходит каких-то новых возможностей. Я знаю, что я никогда не пропаду нигде, что бы ни случилось. Я могу вообще закрыть школу, в принципе. Я могу вообще весь этот надхизм просто взять и закрыть. Вот то, что я начал делать, я могу это оставить. Но я просто думаю, ради чего? Чтобы кому-то доказать, что мне это не нужно, что я отрешенный. Но есть оно и есть. Если остаются какие-то ученики, остаются. Замечательно. Если они не хотят развиваться, тогда я скажу до свидания. То есть, целенаправленно вы школу, получается, не поддерживаете? Ну как целенаправленно? То есть, бывают какие-то проблемы, но если люди пытаются их решать и хотят развиваться, я поддерживаю. Я поддерживаю все, что развивается. Все, что деградирует, я не поддерживаю. Потому что я сам развиваюсь. А если нет, я не поддерживаю. Меня можно не любить за это, да. Им только остается подойти к зеркалу и обидеться на зеркало. Да. Ты же зеркало виновата, да. Ну так. Так. Так.